Девочки, всем привет! Как и обещала, снимаю видео с подробным рассказом о моих родах, поскольку влог у меня получился довольно сумбурный, что-то я снимала отрывками, так как я рожала в государственном роддоме бесплатно по ОМС, то снимать особо, знаете, как вот у блогеров распиаренных, так что вокруг меня там летают операторы, доулы, всякие мастера по грудному вскармливанию, у меня такого не было, поэтому, девочки, я снимала по возможности. Перед тем, как начать данный ролик, я хочу поблагодарить вас за теплые и добрые пожелания, за приятные слова в комментариях, за поздравления, мне безумно приятно, у меня мама тоже читает все комментарии, от нее тоже огромный привет и большое спасибо. Я честно не ожидала такого отклика, это действительно очень веет душу и мотивирует на съемку новых видео. Ну что ж, девочки, давайте долго затягивать не будем, приступаем к самому интересному. ПДР у меня стояла на 12 января, но я, как и все беременные женщины, естественно, думала, что 12 января я проснусь от того, что у меня отошли воды, еще что-то такое, но, мои дорогие, ничего подобного не произошло. Ни 12, ни 13, ни позже ничего такого не происходило. И, значит, я пошла 12 числа на плановый прием к гинекологу, и она мне дала направление на госпитализацию в наш перинатальный центр на 18 число. А чтобы вы понимали, я планировала, если я 12 пойду рожать, то 16 уже выпишусь, а 27 пойду сдавать на права. Но, мои дорогие, я 27 числа не то что сдавать на права, я сидеть не могла, потому что у меня во время родовлин писька с попой подружились. Ну это знаете так, если кратко. Ну, в общем, дорогие, мы не будем вас пугать, начнем с самого начала. 18 числа я поехала самостоятельно сдаваться со своими сумочками в перинатальный центр. Я поступила, отдала все свои документы, переоделась в свой халат, пошла на осмотр к гинекологу, она меня очень хорошо посмотрела, посмотрела так, что вечером у меня до конца отошла пробка. Сказала, что, в принципе, родовые пути все готовы, все готово, ну, в общем, все, и должна рожать естественным путем. И дальше я пошла на УЗИ, которая показала, что на моем сроке у меня был 40 недель и 5 дней, у меня уже началось маловодие. Я очень испугалась, потому что у меня до этого момента такого диагноза не ставили. И, в общем-то, сказали, что долго дохаживать мне не дадут и, собственно, будут родовызывать. Все, после этого осмотра меня положили в палату, я ждала, когда ко мне подойдет врач, мне кто-то что-то скажет. И вот, собственно, 18 число прошло полностью, мне никто ничего не говорил, я ходила в неведение, просто как в санатории, знаете, мылась, ела, пятиразовое питание кормили в роддоме просто изумительно, и, значит, ко мне никто не заходил. 19 число утра ко мне зашел врач, ну, он просто, как, знаете, в нашу палату осматривал. Зашел врач и сказал, что да, с моим диагнозом, с маловодием, собственно, роды придется вызывать. Сказал, что роды меня будут вызывать, и 20 числа в 7.30 утра мне нужно подойти на осмотр, вскроют мне пузырь, и, собственно, процесс начнется. Ну, я с этой мыслью думаю, ладно, слава богу, хоть что-то мне сказали. И, собственно, 19 число у меня прошло вот почти вот так же, вот на расслабоне. Я просто ела, болтала с девочками, познакомилась там со всеми, кто был у меня на этаже, лежал. Вот, и 19 числа в 6 вечера я попросила Пашку привезти мне фен для волос. А то я думаю, как это я буду сырой головешкой-то ходить в роддоме. Значит, он мне привез круассаны, йогурты, все самое вкусное, все самое такое классное привез мне Пашка. И после этого, после того, как он мне передал передачку, мы помахались друг к другу с окошечка перинатального центра. Я немножко вспыхнула, потому что мне показалось, как будто я нахожусь вот в заточении, вот он мой принц, который передал мне фен для волос, уходит в закат. И, значит, после этого меня отправили на КТГ. Я пошла на КТГ, я 18-го сходила на КТГ, все было хорошо, 19-го. Лежу на КТГ в 6 вечера. Ну, вы понимаете, да, вот считаю, вот 19-й вечер, и с утра мне по плану должны были вызывать роды. Значит, я лежу на КТГ, подходит женщина, смотрит такая, смотрит долго, смотрит этот снимок. Я говорю, там все нормально. Она говорит, ну, сердцебиение среднее. Это как понять, среднее. Среднее это типа нормально или ненормально. Короче, у меня сердце в пятки ухотилось, мои дорогие, она мне ничего не сказала. И просто я видела снимок КТГ, как бы идет, 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 потом раз, оборвалось, сантиметрик такой, и опять идет. У меня после этого все. Я давай маме звонить, говорю, как понять, что сердцебиение среднее, что делать, что делать. Я вообще просто в панике. Ну, думаю, ладно, пошла с КТГ, думаю, ладно, с утра мне надо идти на роды, схожу в душ. Я пошла в душ, и в душ мне постучались. Сказали, Анна Древна, после того, как завершите все свои банно-ванные процедуры, пройдите, пожалуйста, в смотровой кабинет. Я, девочки, быстро забрала волосы сырые свои в пучок, завернулась в халат, надела тапки, думаю, что такое. Ну, я по результатам КТГ поняла, что что-то непонятно, что она бы сказала, что все нормально, если было все нормально. А как понять фразу «сердцебиение среднее»? И, значит, я прохожу в смотровой кабинет, и там меня встречает прекрасный врач, это директор нашего перинатального центра. Она представилась, Наталья Николаевна ее зовут. Вот, очень мне понравилась ее энергетика, я вот сразу прям людей чувствую, и вот она мне прямо понравилась. По душе мне человек пришелся. Она мне говорит, Анна Андреевна, мы посмотрели ваше КТГ и приняли решение вызывать роды сейчас. И я, на самом деле, так обрадовалась не дожидаться утра, потому что я бы точно не смогла уснуть с мыслью, что у нас среднее сердцебиение. Значит, она говорит, все, типа, мы будем сейчас скрывать пузырь, времени было 8 вечера, и, говорит, пройдете на клизмочку и в родовое. Если, говорит, роды, если схватки не начнутся самостоятельно, то будут мне колоть окситоцин, и процесс пойдет. И девочки, значит, вскрывали мне плодный пузырь, наверное, минут 10. Все, я была счастлива, потому что, девочки, у меня уже была на тот момент, на тот момент, девочки, 20-го числа, у меня была бы 41-я неделя. И вот как раз на 41-й неделе мы родились. Я перехаживала, и вот это ожидание, когда, 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 я была даже счастлива, что мне начали вызывать роды ночью. Мне вскрыли плодный пузырь, и, мои дорогие, все, дальше я пошла на клизму. Мой самый главный страх был, что я из клизменного кабинета, девочки, не донесу до туалета. Ну, ладно, спойлер, этот момент мы тоже пережили, все было нормально. Значит, мне сделали клизму, все, дали мне полчаса на сборы, я быстро-быстро досушила волосы, сняла все серьги, все украшения, все вещи быстро скидала по сумкам, собралась, времени особого собираться не было, все скомкала в сумке. Сумку в родовой я собрала себе, и все, меня повели в родзал. После того, как я зашла в родовой зал, ко мне зашла акушерочка, тоже очень приятная женщина, мне так понравилось. У меня такое ощущение, как будто я рожала по контракту, потому что настолько приятный персонал, настолько вот у нас оснащен роддом хорошо, что даже у меня мама подумала, что я рожаю где-то в платной палате, потому что настолько все чистенько, все новенькое, все классное. И вот мне очень повезло с врачами, я вот сейчас даже вам рассказываю, я просто хочу плакать, насколько мне просто Бог, наверное, послал таких замечательных специалистов. Значит, схватки у меня начались практически сразу после прокола пузыря, и были они уже с промежутком 4-5 минут. Я сразу поняла, что мне примерно диагностировали, что рожать я буду часов 12, я сразу поняла, что рожу я гораздо раньше. И девочки, родила я за 8 часов в итоге. Значит, после прокола пузыря у меня начались схватки, меня положили на КТГ, я полежала минут 10, все, ко мне зашла акушерочка, говорит, можешь схватки переживать дальше на фитболе. Я села, и девочки на фитболе, схватки переживаются гораздо легче. Я думала, что у меня будет адская боль, как говорят, что роды, это когда, вы, наверное, тоже слышали такое сравнение, что роды ощущаются так, как будто у тебя ломают все кости. Я так готовилась к этим ощущениям, но скажу сразу, что ни разу за роды, у меня были роды без анестезии, без окситоцина, как бы, ну, почти естественным путем. И ни разу такого чувства я не испытала. Все было достаточно терпимо. Схватки, главное, девочки, не орите, главное, не орите. Самое вот действенное для меня было, это просто так, чувствуешь, что схватка подходит так, и вот так продышивать, 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 до конца весь воздух выдыхать. У меня кура с рисом приготовилась. Значит, до конца просто выдыхать, и все. Схватка пройдет у вас буквально за три таких выдыха, длинных, длинных, длинных. И все потом, собственно, опять три минуты ты кайфуешь. Я что-то записывала кружочки в телеграмме, мужу звонила, маме звонила, прыгала на фитболе, все было нормально. Дальше, девочки, где-то прошло часа три, и уже схватки были такие более ощутимые, но все равно как бы нормально. Можно, кстати, еще на звук выдыхать, если не хотите, если вы стесняетесь издавать какие-то громкие звуки. Но я уже, кстати, под конец родов так мучала, что в конце у меня был такой, как у батюшки, такой голос, знаете, как в церкви поют. Я уже подраспелась, и у меня голос был, как у соловья. И, значит, потом через часа три ко мне зашла врач, проверила раскрытие, удивилась, как пошел процесс. Она говорит, блин, хорошо пошло, хорошо, без окситоцина, без ничего, типа, значит, мы справимся. Но, девочки, один неприятный момент, как бы схватки-то я переживала достаточно хорошо, все нормально, мне было так комфортно. У меня телефон стоял на зарядочке, водичка стояла, капли в нос были, полотенчика, все было рядом. Мне мочили полотенчика, прямо кушерочка приносила, чтобы я лицо им промокнула. Ну, просто было вообще все идеально, девочки. Но, когда у меня было уже достаточно большое раскрытие, меня начало тошнить. Ну, и в кабинете-то в этом никого не было. Я думаю, господи, куда бы, куда бы справить свою нужду. Увидела какую-то там миску с пакетом, думаю, ну, ладно, туда схожу. На мои вот эти вот звуки извержения, творожные запеканки, которые нам давали на ужин, пришла акушерочка, спросила, все ли нормально. Она говорит, это нормально. Бывают и писаются, и какаются. Говорит, и вот то, что тошнит, девочки, это абсолютно нормально, на большом раскрытии. Я, значит, сидела уже так, промычивала, промычивала все это. И потом, через какое-то время, ко мне зашла врач и говорит, предложила. Девочки, я вообще в шоке. Я такого не слышала, что в бесплатных роддомах такое делают. Ну, просто я вам сейчас рассказываю, я на таком восторге. Просто пошлите за вторым сразу, пошлите за вторым. Вот с такими специалистами не страшно и за вторым, и за третьим, и четвертым ребенком идти. Она ко мне зашла и говорит, Аня, хочешь, говорит, схватки переживать, можем пойти в душ. Так будет проще. Ты, говорит, взяла с собой полотенчика. Поэтому, девочки, я не зря с собой в сумку в родильное отделение положила полотенчика. Меня, значит, все раздели. Я с капельницей, с физраствором. Она на всякий случай у меня воткнули катетер, чтобы мало ли в родах вводить какое-то лекарство. Но в итоге у меня просто там физраствор был. Я, значит, пошла, постояла под душем. Я стояла там где-то час. Было так комфортно. Моя мама тоже проживала схватки, когда рожала нас, тоже стояла под душем. Вот, но она стояла под холодной водой. Мне, наоборот, было комфортно стоять под теплой. Я, значит, стою под теплой водой, поливаю себя душем, поливаю свое линцо душем, спину. Мне было просто так кайфово. Схватка идет, я опять все полила, полила, все пить захотела, этим же душем себе в рот налила, попила. Все, девочки, минут сорок прошло, и я почувствовала, что меня начинает подтуживать. Такое чувство, что хочется маленько в туалет. Я позвала кушерочку, говорю, знаете, у меня такое чувство, что меня уже подтуживает. Все, мы вытерлись, я пошла опять, легла на кушеточку. Она говорит, давай попробуем потужиться. Когда пошла схватка, я лежала на боку, должна была поднять ногу и так, прессом, короче, так выдохнуть, все. Значит, я так делала, 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 поняли, что пока еще до поту к нам далековато. И дальше я опять села на фитбол проживать схватки. Я начала проживать схватки, все, и поняла, что у меня тужит тоже конкретно. Пришла врач, пришла кушерочка, смотрят, что как бы у меня уже тужит конкретно, а головка не показывается. И по КТГ опять показала, что проблемы с сердцебиением начались. Думаю, что у нас с сердцебиением. И у меня врач иначе спрашивает, вам, говорит, ни на одном УЗИ не ставили обвитие пуповиной? Я говорю, нет, не ставили. Но у нас реально такого диагноза не было. И на УЗИ при поступлении в роддом тоже мне ничего про обвитие не говорили. И врач предположила, вот, господи, слава богу, вот просто это реально мне люди свыше послали таких вот врачей. Слава богу, она предположила, что у нас, может быть, тасенька плечиком прижала пуповину в родовых путях. И, собственно, время-то рожать уже подходит, потому что меня тужит конкретно. Головка не показывается, блин, сердцебиение вообще какое-то непонятное. Я уже испугалась, я была готова просто все, режьте мне кесарево хотя бы, ну, просто все, лишь бы только дочка была здоровая. И врач предприняла правильное решение, она сразу мне сказала, говорит, вы не против сделать эпизиотомию? Чтобы вы понимали, эпизиотомия – это просто небольшой разрез промежности, чтобы головочка прошла, все прошло хорошо. Потому что вот она сказала, да, что, видимо, плечиком она прижала пуповину и не может из-за этого пройти по родовым путям. И насколько это было правильное решение, мои дорогие? Я, конечно же, согласилась без замедления, вообще без всего, просто я согласилась. Давайте, говорю, все делайте, что хотите, она говорит, ну, и придется сделать эпизио и помочь вакуумам. Я про этот вакуум, девочки, читала такие страсти, но, слава богу, у нас это все обошло стороной, и врач настолько ювелирно все сделала. Собственно, начались потуги. Вокруг меня начало собираться очень много врачей, неанатолог, анестезиолог, вообще просто очень много врачей. Я поняла, что дело близится к финалу. И, девочки, что я единственное помню, это то, что мне ярко светит фонарь в лицо, мне держат ноги вот так вот с двух сторон, и говорят, Аня, сейчас тоже нужно потрудиться, помоги нам, помоги нам, сдуй нас, сдуй нас. И вот, короче, я, девочки, за три потуги я просто максимально, просто все силы, которые во мне были, я просто максимально напряглась, все, так, ну, просто вытужила. Девочки, все, у меня эти воспоминания опять в голове, я просто максимально напряглась и услышала крик Тасеньки. Все, девочки, причем даже я в момент потух, даже не поняла, в какой момент мне сделали надрез. Вот настолько это было, вот, я не знаю, правильно или просто настолько было больно, я не знаю. Но больно мне, кстати, не было, я просто чувствовала, что вот уже все, надо уже помочь нашей дочечке выйти. Вот, и все, Тасечку мне сразу положили на грудь, и она закричала, я ее, правда, не успела разглядеть, мне положили такой комочек на живот, я говорю, ой, она такая скользкая, говорю, смотрите, чтобы не ускользнуло, я ее так схватила двумя руками, все, я ее не успела разглядеть, и врач-неанатолог говорит, ой, блодиночка, блодиночка вышла. Я сразу поняла, что это копия Пашки, значит, вот, и я радуюсь, радуюсь, говорю, ой, говорю, спасибо большое, спасибо большое. Все, врач Наталья Николаевна мне говорит, Аня, роды еще не закончились, нужно еще родить домик нашей Таисии. Собственно, пошла плаценту, но это уже вообще ерунда на самом деле, там вообще ничего не чувствуется, просто мешочек какой-то с меня вывалился, вот, и все, девочки, перерезали пуповину, Тасечку там вытерли на вот этом вот столике, меня зашили, зашиваете, кстати, это вообще не больно, как комарик укусывают, ну все, и Тасечку мне положили на полтора часа, мы с ней просто обнимались в родовом отделении, просто обнимались, я дала ей грудь, она сразу же взяла у меня грудь, полтора часа мы с ней, значит, обнимались. И девочки, я хотела сразу же позвонить мужу, рассказать, времени было 4.30 утра, я хотела сразу же позвонить своему мужу, но, девочки, вот я лежала, и вот тумбочка, и телефон лежал, вот буквально 10 сантиметров мне не дотянуться до этого телефона, я думаю, похер, потом в палату переведут, все равно сообщу. Я безумно благодарила врачей, я говорю, спасибо большое за заботу, потому что действительно в этом деле роды, это такой процесс, который повторяется, как говорится, ну не каждый день мы приходим в роддом, это такие моменты запоминаются на всю жизнь, и действительно приятно, когда к тебе относятся по-человечески, с пониманием, с заботой, и вот как-то действительно вот врач и акушерочка отнеслись ко мне как-то даже, я бы сказала, по-матерински, по-доброму так, и вот действительно приятно, что я сейчас, наверное, заплачу. У меня было действительно ощущение такое, что я рожала не бесплатно, а по контракту, потому что с такой заботой, с таким пониманием, такое прекрасное отношение, но это действительно дорогого стоит. И, девочки, самое главное, самое главное, что мне помогло в родах, это позитивный настрой, это раз, то, что вы, девочки, не идете умирать, запомните, вы не идете умирать, вы в любом случае выживете, но вы должны помочь ребенку родиться на свет, потому что ей или ему, вашему ребеночку, в вашем животе гораздо труднее пройти через все эти родовые пути, чем вам. Так что, девочки, ну, настраивайтесь на то, что вы будете трудиться, настраивайтесь на то, что это длится недолго, что все можно перетерпеть, и настраивайтесь на то, что вы не идете умирать, а вы идете на день рождения, на праздник, день рождения вашего ребенка. Я думала, что я буду плакать, но вот у меня были роды без анестезии, Единственное, даже вот что мне сделали, эпизиотомию, вот этот вот, разрез вот этот вот. И не знаю, мне не делали ни эпидуралки, ничего, все терпимо. Девочки, все терпимо, мне не хотелось плакать, не хотелось кричать. Это вообще абсолютно нормально. Да, это неприятно. Да, это не так, что вы поспать там ляжете и выродите потом за три секунды. Но все можно пережить, все прекрасно, все нормально. Девочки, дальше после, значит, полуторачасового пребывания в родзале нас перевели в родовую палату. Все, значит, меня прикатили в родовую палату Стасенька и все. Мне сказали, нужно, значит, после родов сходить обязательно по-маленькому в туалет. Девочки, я не могла этого сделать часа три. Я это сделала, знаете, после чего? После того, как медсестра ко мне зашла на свой тур и сказала, если ты это не сделаешь, я тебе туда, как ты это разосуду. Так что хочешь, не хочешь, чтобы матка сокращалась, девочки, ходите в туалет, не забывайте. И все у вас будет прекрасно. В послеродовом отделении тоже мне понравилось все. У нас была двухместная палата, душ на двоих в палате. Все удобства, как говорится. Была раковина, чтобы подмывать. Был рядом пеленальный столик, чтобы пеленать. Пеленок нам приносили огромными пачками. Я очень быстро приспособилась, я очень быстро приноровилась менять подгузники, пеленать, прикладывать груди. Потому что у меня до этого никогда не было опыта ухода за младенцем, за новорожденным. А тут, когда это твой комочек, ну, конечно, кто это сделает, кроме тебя, кто-то сделает, кроме тебя. И, конечно, всему быстренько приходится учиться. Но скажу сразу откровенно, что первую ночку я даже всплакнула. Потому что у нас у Тасеньки начались газики, и она кричала очень сильно, очень сильно, она кричала. Я не знала, чем ей помочь, я уже ее прикладываю. Она уже была сытая, но просто вот ее беспокоил животик. И знаете, что мне в ночи с плачущим ребенком посоветовала медсестра, которая, ну, не детский врач была, а просто вот послеродовом, просто вот, которая там паблетки разносит, все такое. Она говорит, так вы массаж животика-то сделайте. И я, значит, выложила своего орущего, бакрового ребенка на пеленальный стол с каменным животом и начала его массировать. И девочки, крики были такие, что у меня просто сердце в пятки укатилось. Я думаю, господи, я ей навредила. Она плачет, я плачу, все, я не знала, чего делать. И в итоге Тасечка у нас уснула в 6 утра, наверное, от того, что она уже просто устала плакать. Ну и больше таких эпизодов у нас не повторялось. Я теперь знаю, что если Тасечка у меня кричит, значит, ее надо взять на ручки, выложить на животик к моему животу, ей от моего тепла станет легче. Это вот сейчас. Но в первый день девочки стрессанула я конкретно. А в остальном пребывание в роддоме у меня остались только положительные эмоции, потому что еда прекрасная. Там была такая женщина, которая развозила нам завтраки, обеды и ужины, такая вот, может, армяночка, наверное, по национальности. Она так разносила, моя красавица, хочешь компоту, на, я тебе полную чашку налью. Ты поела, ты что холодное не ешь, все там, короче, было очень приятно, такая забота. Постоянно каждые 2-3 часа заходил детский врач, все проверяли. Я под присмотром медсестры первый раз пеленала, проверила, чтобы я не перетужила все. Памперс, попку я подмывала тоже под присмотром медсестры, значит, все было хорошо. Всему меня научили в роддоме, все показали. Конечно, первоначально было страшно, я памперс меняла минут 15, но сейчас замена подгузника у меня занимает пару минут, Тасик даже сообразить не успевает. В роддоме я, значит, 20-го числа я родила, 22-го нас уже выписали, потому что ребеночек у нас, Тасичка, родилась на 41-й неделе. У нас не было ни желтушки, ничего, это был полностью доношенный ребенок, как бы, ну и проблем особо у нас не было. Девочки, еще один момент, конечно же, девочки, после эпизио, больно, не больно, да, вот вопрос вот про швы еще остался. Девочки, ну вот спустя неделю шов после эпизио уже вообще почти и не болит. Я могу сидеть, ходить, все замечательно, все заживает. На второй день, конечно, был небольшой отек, и вот пару дней, которые я лежала в роддоме, конечно, было болезненно. Я подошла к медсестре спросить таблетку парацетамола, потому что я с собой в роддом взяла только две таких таблеточки. На случай, если у меня заболит голова, в итоге голова у меня не болела, болела то место. И, собственно, две таблетки я эти выпила, и мне понадобилось еще. Я думала, что медсестра меня снабдит без какого-либо, без каких-либо проблем, потому что после кесарева девочкам назначено по шесть таблеток парацетамола в день, что у них там операция шов. А после эпизио, там же тоже шов, как говорится, не положено. Я говорю, можете мне дать таблетку парацетамола? Она говорит, у вас были естественные роды, вам не положено. А то, что, извините, реально, у меня вот писька с попой одно место стало на секунду. Как понять, не положено? Короче, со мной поделилась моя соседка по палате, потому что она все шесть таблеток не съедала. Вот так вот я пережила, девочки, все нормально. Так что самое главное, девочки, это настрой на позитив. Если вы смотрите это видео, и вы беременны, девочки, я желаю вам самых легких родов, всего самого замечательного, счастливого материнства. И пусть у вас все будет замечательно, чтобы бригада врачей попалась прекрасная, потому что от этого, безусловно, зависит многое. Но и самое главное, не падать духом. Не жалейте себя, идите потрудитесь один денечек, и потом будете наслаждаться встречей со своими малышами. Мои дорогие, ну а я хочу поблагодарить вас за поддержку в комментариях, за добрые слова. Нас уже больше тысячи человек, и на самом деле я не ожидала такого отклика от людей. Мне очень приятно. Я передаю вам всем большой привет. Девочки, у кого есть желание, можете поделиться своей историей родов в комментариях. Я думаю, многим девочкам, кто находится в ожидании своих малышей, будет полезно и интересно почитать ваши истории. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого замечательного. Шлю воздушные поцелуи, и до встречи в следующих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok